Спасибо. Всем привет, меня зовут Кирилл Крепиновский. Я начинающий веб-разработчик, и тема моего сегодняшнего доклада, как вы можете видеть, как начать разрабатывать на RobyAndroid. Мой доклад в основном будет интересен тем, кто только начинает работать на этом фреглорке, или даже тем, кому просто интересно, с помощью каких инструментов создают веб-сайты, не против попробовать своей силы, но не знает, с чего начать. Это доклад для вас. Мой доклад разбит на две части. Сначала я бы хотел поговорить об условиях. Это те вещи, обычно которые опускают, их принимают как должное, но не для всех они так очевидны. Или что нужно знать для начала. И вторая часть моего доклада состоит из интересных вещей, на примере моего портфолио-проекта, как уже сказал Никита Даграм. И перед тем, как приступить к первой части, я бы хотел поделиться с вами. Инструментом, который, не имея прямого отношения к веб-разработке, это скорее даже второстепенный навык и второстепенный инструмент, но в долгосрочной перспективе он даст вам большой плюс, и, что самое главное, сохраняет много времени. И про что же я это говорю? Это, конечно же, английский. Первый вопрос, который отсюда текает, это зачем? Ну, как вы можете видеть, что английский занимает более половины веб-сайтов. Знаете, отсюда лично следует, что найти нужную нам информацию на международном языке в разы проще. То есть базовые знания по языку нам просто необходимы. Ну, отсюда вытекает логичный вопрос. А какие именно знания нужны только веб-разработчику, и как мы будем их прокачивать? Ну, что же, предположим, что мы над всеми... Вот так, да? Вот так вот. Так, ну, предположим, что мы на всем известном стогласском нашли какой-то нужный нам вопрос, но каждый раз гуглить кучу непонятных слов и потом еще пытаться вникнуть в суть текста, это просто невыносимо и неприемлемо. Вот, поэтому я хочу порекомендовать такое простенькое расширение. Я, правда, все равно, баня позволяет вам, левушечку мыши перевести неизвестное вам слово. И что самое главное из этого вытекает, то что мы можем добавлять эти слова в наш персональный словарь для последующего изучения. И на своем опыте могу вам сказать, что буквально 25 минут в день, и через какое-то время вы просто забудете про постоянный перевод неизвестных вам слов и непонимания текста. Вот, что ж, теперь поступаем к первой части. Или как начать? И что же нам понадобится сначала, это базовые знания операционной системы Linux или любой Linux-подобной операционной системы. Это macOS или Linux. Ну, вообще мне не довелось работать в Windows, но я слышал, что это сплошная головная боль, так как разработчики гемов, библиотек, они не уделяют внимания Windows, так как подразумевают, что вы умолчали либо на macOS, либо на Linux. То есть они требуют какие-то зависимости, которые на Windows просто нет или которые тяжело достать. Ну, и мои первые ощущения на Ubuntu были примерно такие же. Что же нам нужно знать? Я пройдусь только по ключевым моментам. Так я считаю, что достаточно много есть хороших гайдов, скринкастов и, конечно же, документации, которые смогут вам объяснить лучше. Но я постарался выделить какие-то ключевые моменты, которые позволят вам успешно стартануть. Так что же нам нужно знать? Это пользователь и группа пользователей. Ну, естественно, как работать от пользователя, от рук пользователя. Такое UID, GIF и так и подобное. Файлы. Файлы вообще в Linux. Какие права бывают на файлы? Как их читать, как их устанавливать? Следующие процессы. Работающий процесс, спящий процесс, демоны, такие команды, как топ и другие. Ну и, конечно же, баш или утилита команды в строке. Ну, это обычно те самые основные команды, которые есть в любом гайде для новичков. Перемещение по директории, создание файлов, удаление этих файлов, просмотр и так далее. Что же нам нужно еще? Конечно же, это Ruby. Ну, немножко сведения о Ruby. Ruby — это язык программирования общего назначения. Хотя это разделение на языки программирования общего назначения и языки предметной области, оно довольно условно. Но если говорить в контексте Ruby, то при минимум широкому сферу задачи. Разработан Hermos Motto в 1905 году. Элегантный, но медленный. Честно говоря, я сам этого не очень понимал, но посмотрев в бетчмарке, я убедился, что он размедленнее каком-нибудь там UC или Python, ну, только потому, что он уже интерпретированный. А также Ruby более широко известен благодаря Ruby on Rails. Какой нам, теоретически, минимум потребуется от Ruby? Ну, это тот самый минимум, который требует, наверное, любое оперативное программирование, а именно переменные типы данных, вытвление цикловологической операции, ОП, классы, методы, видимость методов, капсуляция, полиморфизм и другое. И как работать с генами, как их устанавливать, следить за версиями различных геймов. И что почитать? Первое, это довольно хороший туториал. Ruby in 100 minutes. Он объяснит вам базовые основы, которые я привел до этого. Также я нашел, наверное, единственные хорошие скринкасты на русском языке. Там также есть и скринкасты по Rails. Ну, об этом немного позже. И хорошая литература, это самые популярные книги, читаемые книги про Ruby. Дальше. Практиковаться. В свободное время я сам практикуюсь и рекомендую вам писать какие-то простенькие программки на Ruby. И есть для этого отличные сервисы. Это Xercizm и Code Wars. Ну, я лично второе не использовал, но слышал о нем довольно много хорошего. И что он также очень популярный. Конечно же, это базовые знания HTML и CSS. Ну, поскольку мы Ruby and Rails, бэк-разработчики, бэк-энд-разработчики, то этих знаний нам нужно буквально на троечку. Совсем буквально в двух словах, как бы, HTML и CSS. Кто не в курсе, HTML — это язык гипертекстовой размерки. Он отвечает за обозначение ваших элементов в документе. Картинки, текст, все что угодно. А CSS — это каскадные таблицы стилей, или, проще говоря, язык стилей. Он отвечает за то, как ваши элементы располагаются и как они отображаются в этих документах. Также рекомендую хорошую книгу от Бен Фрайн, тоже более прошаренную. Поскольку любой полноценный сайт имеет какие-то данные, которые нужно где-то хранить, то для этого мы будем использовать базы данных. Что нам понадобится от баз данных? Ну, понятие революционных баз данных, отношение к артежу, атрибуту и так далее. Какое-то базовое знание SQL, чтобы достать эти знания. И первичные внешние ключи и индексы. В принципе, я уверен, что, наверное, это достаточно для того, чтобы эффективно начать разработать и разработать. Перед тем, как деплоить ваше приложение, вам в Rails из коробки уже стоит база данных, называется SQLite. Но она вам не подходит. То есть, скорее всего, вы будете выбирать между вот этими двумя open-source базами данных. В принципе, они обе довольно популярны, и выбор полностью завален. И, наконец, мы дошли до Rails. Что же нам нужно от Rails? Ну, немножко о Ruby of Rails. Это фреймворк, который написан, очевидно, на Ruby. Разработан, я не смогу это прочитать, поэтому, как его все называют в интернете, DHH, в 37signals, сейчас это Basecamp. Ruby и все есть из коробки. Это, наверное, то, из-за чего Ruby of Rails такой популярный. Это колоссальное количество готовых решений, записанных для вас. Из этого текает, что он хорошо подходит для быстрого прототипирования и стартапов. Что почитать? Ну, конечно же, это официальная документация. Также она есть и на русском, кому сложно сразу. Опять же, скринкасты, о которых я говорил до этого, на Ruby, про Ruby. Есть и про Rails на том же канале. И хорошая литература. Первая книга позволит вам также окунуться в мир разработки. Вот разработки на Ruby on Rails. Достаточно хорошая. Сейчас пятой версии, к сожалению, нету на русском, только на английском. Но, думаю, что проблемы не составят. После того, как мы сделали какие-то изменения в нашем проекте, нам нужно эти изменения где-то зафиксировать, чтобы потом, в случае каких-то ошибок, мы смогли вернуться к рабочей версии. И желательно куда-то, где-то разместить наш код на удаленном репозиторе каком-то, или сервере, для того, чтобы обезопасить себя от потери нашего проекта. И для этого нам пригодится система контроля версий. Ну, скорее всего, вы будете пользоваться самым популярным тегит и каким-то хранилищем, тегитхаб, гитлаб или гитбакет. Что нам нужно знать от гит? Какой минимум? Я убежден, что нам достаточно создавать ветки, переключаться по ним, мержить ветки, коммитить наши изменения, добавлять их в индекс и, соответственно, забирать и отправлять эти изменения на удаленном репозитории, где почитать. Первая — это достаточно хорошая книга. Я прочел ее сам. Но, мне кажется, поначалу она будет обновата, поэтому есть хороший татуарер. Какая-то гитхалкту, он есть также и на русском, поэтому кмендую теплой. Ну, это достаточно большая отдельная тема, поэтому мы вернемся ближе ко второй части, где я буду рассказывать про свой подпольный проект. Так, и вот начинается вторая часть. Как уже Никита сказал, это мой портфель проект, который представляет что-то подобное копия Инстаграм. Какие цели стояли? Это получить опыт разработки с пользой новейших технологий. Мы работали по скрам-методологии, стрелла и методов скалки в Никита. Те вещи, которые в отдельный слайд больше не наносить, мы помнюли здесь. Я использую в качестве идентификации девайс, и у меня iOS. Картинки и видео, карьеры Wave. И сами оставляю еще лайки по клиентам новостей. Что сделать, смогу. Ну, начал я с верстки, с Bootstrap 3-го. Потом, более глубже углубившись в CSS, закончил своим, а именно своими медиазапросами, Flexbox и такой методологией с тематикой CSS. Ну, и немного примеров, как это все в итоге выглядит. Довольно похоже. Что-то напоминает. Что-то напоминающее. Это страница пользователя. Теперь, как вы можете видеть, вверху реализован поиск с автодополнением. Я решил использовать второй сервис. Называется Algoly. Сейчас по нему немножко расскажу, как он работает и как он устроен. Первое, что нам нужно сделать, это импортировать наши данные на их сервера в формате JSON. Мы, как обычно, как всегда, подключаем GEM в модели, в той модели, в которой мы хотим импортировать данные, указываем те поля, которые хотели бы отправить на их сервер. Также указываем эти поля в порядке важности и в порядке сравнения. То есть определяем какую-то логику, если два наших поля одинаковые. Потом вызываем метод класса на той модели, которую мы хотим отправить, импортировать и загружаем небольшой скрипт с готовой формой. Указываем там название индекса и, собственно, ищем то, что нам нужно. Также я использовал TLCI для автоматизации моих тестов. Но поначалу вот это мне далось довольно тяжело, поэтому тесты я пишу сейчас. И вот буквально сегодня не упали. Также я использую Robocop и CSS-линтер для того, чтобы более грамотно научиться писать. Вот мы дошли до диплоя. Я использовал в странных связках с Jinx и Passenger. Почему я выбрал именно их? Ну, просто потому, что они, наверное, самые популярные. Я исходил только из этого, так как опыта работы с другими инструментами у меня нет. То я просто посмотрел на GitHub количество старов и последние коммиты и пришел к поводу, что эти инструменты не пригодятся. И мое первое чувство, которое я испытал после диплоя, но вот картинка немного расползлась. Почему так? Потому что все, что работало на девелоп, все перестало работать на стейджинге. И первое, с чем я столкнулся, это перестало работать с правдой почты. Как я решил эту проблему? Я решил, что я не буду настраивать свой почтовый сервер, а использую Mailgun для автоматизации отправки моих писем. Вообще, этот сервер довольно удобен, так как он, скорее всего, не даст многим вашим письмам попасть в спам и также имеет много различной аналитики. Например, сколько раз пользователи отписались от вашей рассылки или сколько раз они вообще открыли ваши письма. Для аналитики и отлова ошибок я использовал Rollbar. Это тот инструмент, который спасал меня на стейджинге, потому что так как Никита, как правило, заходил и все время находил какую-то ошибку, я сразу мог ее анализировать и посмотреть, что же там не так. Вот вы видите, можете увидеть, что это моя ошибка. также я реализовал веб-сокет комментарии, проб комментарии с помощью веб-сокетов. Как это работает? Ну, тут, в принципе, нет ничего, я не использовал ничего сверх естественного, в принципе, я делал достаточно просто по гайду, вот, ну, веб-сокетах это протокол, который реализуется на базе TCP, он позволяет поддерживать вам постоянное соединение клиент-сервер, тем самым отправлять какие-то данные клиенту без отправки запроса. Также я использовал Redis и ActiveJobs для того, чтобы перенести отправку моих комментариев в фоновые процессы. Ну, вот, некоторые даже перешли с Telegram на фотограмму после того, как высокие теста и работать. Ну, что дальше? Дальше я планирую увеличить, добавить интерактивности на больше Adjax, реализовать push-оведомления, дагеризировать мой проект и React Native и все остальное. Опять, что дальше? Еще работа. Ну, и спасибо за вопросы. Что это приложение делать? Что ходит по Инстаграму только с котиками? Да, это читерство. Котиков все идут. Все, в Инстаграме есть шансы. Это большой интернет и работа. Вот можешь убирать сладящую работу, он тебя прокормит. Правильно. Сейчас мой инвестор увидит. 15 лет. Сейчас с каждого репост все. Хорошо. На самом деле просто выбрали проект такой, потому что целью Кириллами это сделать портфолио, в котором он попробовал все, что можно. И вот Инстаграм это такой, где тебе надо верить опытом лайки, социальные составляющие, загрузки видео, картинок, и по греста перейдется. И вот поэтому катаграмм. Очевидно, Кирилл не хочет этот проект продвигать, но это будет именно такой плейграунд, где он может попробовать что-то новое всегда. И есть что показать лучше моего владателя. У меня вопрос. Здесь в докторе было причислено много технологий или много инструментов, которые вы использовали. Что вначале раздалось? Какая проблема, вы искали инструменты, или вначале наши инструменты потом придумали проблемы? Конечно, сначала была проблема потом и студия. Ну, как я уже помню про Мурган, то есть когда Мурган перестал работать авторизацией и полностью регистрацией, сначала происходило из-за того, что почтовый сервис перестал работать. Всюду следовало, что нужно было настраивать его самому либо использовать какое-то постороннее API. и немного прочитав про Мурган, я понял, что достаточно популярный группу разработчиков и позволяет решить некоторые проблемы, как при отправке огромное количество сообщений ваши письма наверняка не попадут в спам и предлагают кучу-много другой аналитики. Какие сейчас пить попробуете? Какие события? Сейчас на самой базовой это регистрации, смена пароля, пароля имейла, подтверждение регистрации, повторная отправка пароля, повторная отправка разблокировки аккаунта. То есть если вы неправильно постоянно будете неправильно вводить пароль, то ваш аккаунт просто заблокируется и можно будет разблокировать только через мр. А блокировка это девайс? Да, это девайс. У них есть 50 модулей и один из них позволяет блокировать аккаунт при неверном количестве. Ну это как вьюзер модели где conformable и там тоже разводится. А картинки как-нибудь обрабатывают? Нажимаются ответы какие-то? Нет. Ну у меня сначала стала проблема с картинками в том, что с компьютера пользователь может залить картинку любого размера абсолютно и иногда это было трудно отобразить то есть если ее даже и центрировать или как-то сжимать то получается довольно много искажений поэтому я отображаю как она есть просто ограничиваю ее в ширине и в высоте соответственно где хранили по фотографии идет загружаемые файлы где хранили в проекте да в паблик отблот надо перенесить на S3 или в Amazon да потому что понимаешь что потом будет проблема когда один сервер не справляется с нагрузкой тебе нужен второй сервер и тебе как-то надо эти файлы отдавать надо учитывать что они хранятся на разных серверах а еще сервер может как-нибудь полететь нормально да и место много проблем надо файлы все хранить отдельно можно что дальше про роллбар можно что-то сказать это как как что как гем только подключаешь и туда нужно делать какие-то запросы и он регистрирует это событие да это как эрбрейк да а он бесплатный да вот за счет чего он популярный ну нет там конечно есть платные тарифы но ну вот этих тех ошибок которые вы подали этого хватало были какие-то варнинги типа слишком много ошибок давай плати нет нет там достаточно большой лимит на бесплатное и там как можно завести несколько под одним аккаунтом можно несколько проектов подвести или да конечно можно несколько произвести вот и соответственно добавить несколько например то есть это те кто будет отслеживать за этими ошибками соответственно и там какие-то графики да можно выстраивать вот вот там нет красивый дашборд еще раз пока там дашборд красивый еще хорошо все плохо или все все плохо и если нет ошибок значит салбарно работает а мобильный а где же салбаритель то есть да включали экран частично если ничего не сломалось то вот так отображается тогда я не мог фотографировать салбар а что нет не упал потому что на почту ничего не пришло а если туда будешь грузить фотографии не с котиками то что будет как бы фильтрулить контакт в домашнем я еще не дошел но думаю потом буду просто удалять и банить юзеров который меня аватарка не сходила сегодня я его даю саша тоже еще можно вопросом сколько у тебя ушло времени чтобы сделать это приложение и были ли у тебя какие-то начальные знания как вообще в это вошел твой личный вопрос у меня ушло на это порядка четырех месяцев базовых знаний у меня не было никаких буквально со всем основой HTML и CSS вот все остальное я изучал процессы разработки то есть ты не программист на образовании нет я учусь на программистах тогда все равно базы ты бы зашел учусь на программистах базы узнания не просто я тоже на программистах училась а а я на чем устала слава слава как нас в факультете отнеслись к этому делу не показывал студенты я их звал но никто не отреагировал видимо коммунизм интересно да можно было делать порнограмму тогда бы тут не хватило места не так прикрыли просто не ну тебе в аквадоре разнесли будет нормально я классовый смысл без этого работа расскажи свое эмоциональное большее впечатление как тебе этот процесс 4 месяца понравилось учиться не понравилось что тебе как новый человек ну то есть свежим взглядом может взянуть на неком смысле на индустрию что тебе показалось понятным и ясным что тебе показалось не ясным и не очевидным но если это положительная сторона на этом плане или негативная то есть хочешь ли ты продолжать дальше или просто ищешь работу у тебя там драйв кайф или вообще там печаль на скайф ну начнем пожалуйста с того что эти 4 месяца активная работа они первые месяцы дались вообще очень тяжело то есть я буквально даже не понимал вообще что я делаю и какой конечный продукт у меня будет вот то есть не когда ты готовишься к чему-то постепенно то есть я немного там попарамировал на Ruby немного поверстал просто чтимые CSS и потом уже приступил непосредственно к Ruby on Rails а все вместе сразу комплексно вот но потом как-то немножко пришло осознание того что я делаю и с этим появилось еще больше обречения вот и сейчас я занимаюсь наверное даже этим больше потому что мне нравится вот то есть я собираюсь дальше пробовать какие-то вещи которые я еще не пробовал улучшать конечно как-то функционал вот вот что потому что мне кажется что это круто иметь свой сайт который ты сделал сам почти с нуля можно так сказать что что больше понравилось бэкэф писать или фронта ну поначалу я вообще не понимал бэкэф поэтому я мне было страшно даже туда смотреть и я как-то больше верстал я очень многое перевез его и вот довольно глупого ушел в css но когда действительно пришлось уже влечь влечь и надо было реализовывать какую-то логику уже сложнее чем просто там загрузка картинок и видео то мне начало мне нравиться больше именно бэкэф чем да а на css ты использовал какие-то методологии при процессоре или просто методологии я использовал sas при процессоре и семантик css я наверное поэтому это то есть я начал bootstrap а потом начал гуляться более глубже в css и разбираться как вообще строить эти 3d сетки и тому подобное и решил попробовать сам то есть какую-то часть я верстал на bootstrap а оставшуюся часть верстал сам